ну что дорогие друзья доброе утро доброе утро всем привет я в нюрнберге как доброе утро по немецки но доброе утро танки богертов значит у меня мама же 20 лет германии не знает как по немецки добрых вот так вот вот так вот евреем со времен да как доброе утро по немецкие доброе утро по-немецкие доброго губин моргин вот в этом орден а папа знает приехал я проведать родители в германию да и иначе лицу мама вчера был день рождения мои 81 год дай бог и до 120 лет крепкого здоровья вот решила начать спортивную карьеру сегодняшнего дня будет готовиться к марафону 81 год решила начать бегать так хорошо все мы значит все собираются будь ртов доброе утро веры тамара зенчика будет а всем шалом и яков шатанин из израиля все в начаться всего виде как удобно я я в германии каждый где-то в другой точке мира и значит можно совершенно спокойно изучать тору которую которую царь салам он мудрейший из людей значит в книга притчи которую мы изучаем говорил в иерусалиме но интересно что в то время в иерусалим приезжали люди со всего мира даже при жала царица царская царская из африке приехала для того чтобы его послушать а он женился же на тысяч на 700 джон у него было 700 джон и значит как раз 31 глава это момент когда его мама большего пришла его увещевать и вот позавчера был урок о том история рождения царя шломок какая-то была вообще закручена закручена детективная детективная история такая да как как родился царь соломон и значит он когда женился на египетской на египетской принцессе он что проспал проспал и за него не могли сделать жертвоприношения потому что ключ от того места где их делали был у него под подушкой тоже интересный момент как он как он серьезно к этому относился и он вначале построил храм а потом свой дворец это тоже интересно что он был там самый богатый человек того времени в мире но пока он храм не построил он свой дворец тоже не построил все значит вот вам все желают мама дети все желают до 120 лет так что так как это во время урок который происходит то считаю что все тебе еще 40 лет 39 лет осталось было не так что готовься 30 лет чем заниматься человек должен все время когда он учит тору ему всегда интересно ему интересно он учит он размышляет он постигает да ну все и на дорфман из сочи с нами значит можно начинать третий отрывок тридцать первой главы он звучит так мама ему говорит царю соломону а так она ему говорит так аль титен ленашим хэл эхо не давай женщинам свою доблесть и так еврейская мама с тех пор ничего не поменялось то есть еврейская мама говорит царю соломону не да не отдавай женщинам свою доблесть в эдрах эха лимхот млохим и пути твои чтобы не стерлись цари дословно переводится пути твои чтобы не стерлись цари переводят вот здесь которые на русский официальный перевод не отдавай женщинам силы твоей и путей твоих губительницам царей не отдавать свои пути губительницам царей что она имеет ввиду значит в принципе потенциально любой человек он он у него есть разные ступени его же развития и он может развиваться по да да с невероятных возможностей до любой человек может теперь что мешает она ему говорит смотри не отдавая женщинам свою доблесть а кому и отдавать мама естественно его праведница она говорит как ты мог вообще проспать утреннюю молитву служение в храме то есть твоя задача в этом мире это служить богу и в духовном плане развиваться как-то мой женщинам отдавать свою силу и действительно многие многие люди они в погоне за женщинами и когда они слушают женщин а у женщин другая психология хотя опять же тура нам говорит это было тоже в мишле до этого что есть женщина которая свой дом строит есть женщина который свой дом разрушает и приводятся две женщины в пример одна была жена короха которая настраивала короха навос ajuda против машара benut и погиб корах погиб была вся его семья из-за того что его жена она его настраивала против машара benut и провоцировала на восстание другая жена приводится которая свой дом строит это была жена он бын пиллет а которая его наоборот сказала зачем ты пойдешь на это восстание и какая-то разница ты вообще не священник что будет будет что будет арон что корок куда ты лезешь и она его спасла но здесь сказала мама царю соломону что царю царю ему нужно совершенно у него другой другой подход это знаете как есть спортсмены физкультурники так спортсмен физкультурник он может относиться а бы как спустя рукава к тренировкам в питанию царь или профессиональный спортсмен например да у него совершенно другой спрос то есть он должен быть профессионал в каждых деталях и сказала мама царю соломону ни в коем случае ты как царь не можешь ориентироваться на женщин и она была права потому что известно что женщины совратили его сердце в конце и он но бог ему это поставил в претензию то есть он не смог совладать с этим количеством жен и каждая из них ему видно на мозге капала и он это было поставлено вину даже самый мудрый из людей не смог с ними справиться а мама его это знала еще в самом начале и действия смотрите какие действия царя соломона ввели его в историю его вели в историю не гулянки которые он устраивал а он был в то время в койлите он рассказывает что я какое-то время я гнался за тем зачем гонятся все люди у моя жена пришла которая как раз мне помогает вот рифка биндусеич это у меня как раз жена некоторую имела ввиду большева некоторые имела ввиду большева которая ругала царя соломона у меня жена как раз мне видите помогает и даже она находится сейчас в израиле в иерусалиме помогает не урок проводить и вот значит еще раз 3 отрывок не отдавай женщинам свою доблесть сказала мама царю соломону и пути твои губительницам царей чтобы ты не делал те действия которые они которые не подходят царю которые не подходят царю мне помню рав из как зильбер всегда говорилось как говорит главное терпение главное для тебя терпение вот терпение и труд все перетрут яков что-то один с нами все значит все будет хорошо слышно видно и мы продолжаем еще раз 31 глава начинается с того что зашла мама царя соломона бачева и сказала ему прямо начинается глава 1 отрывок это слова слова которыми его слова мусора строго слова наставления которыми мама царя сам он она его увещевала и она ему сказала что сын мой что сын моего живота что сын моих моих обетов то есть на ему напомнила что он родился чудесным образом и он родился для определенной цели служить богу о и она ему говорит аль титенли нашим хелеха выдраха халим ход плохим не давай женщинам своей доблести и губительницам царей чтобы они стерли тебя из из памяти людской то есть чтобы не делай тех вещей которые не ведут тебя к служению богу все эти вещи они уходят в пустоту и я вот тут вот вспомнил начать не отдавая женщинам своей доблести было у ицхака было два сына первый сын это был яков который стал потом получил имя исраэль и он как раз от него пошел народ израиля и второй сын был эйсав эйсав это был старший сын который который написано он когда продавал первородство он сказал я иду умирать то есть не важен только этот мир он продал вначале свое первородство якову и первородство это было значит духовная духовная близость к богу он ему продал а потом когда я когда ицхак хотел передавать материальное благословение на деньги и власть он хотел отдать это эйсаву зачем он думал так что эйсав он будет властвовать над этим миром и он будет а яков он будет заниматься духовной работой служением богу и между ними будет разделение эйсав будет отдавать десятый участок своих заработка в якову и будет его содержать то есть будет евреи как бы да народ израиля они будут священниками такой был план у ицхака как они будут священниками но для как бы можно взять сравнение такое как буддисты сейчас до которые живут подаянием и их монахи и целыми днями там они что-то делают и вот он рассчитывал что из народ израиля будет священниками который будет совершенно не связан с материальным миром эйсав будет владеть материальным миром потому что у него будет благословение которое бог дал аврааму ицхаку и он хотел передать его эйсаву для того чтобы эйсав был силой властвовал над миром власть и отдавал десятую часть своих денег якову для того чтобы яков только служил богу и он хотел ицхак хотел построить такую равновесную систему и оба вы получили награду от бога грядущий мир но мама рифка она сделала так что она когда узнала что ицхак сейчас будет давать благословение на на славу и на не на славу на деньги и на власть она якова сказала я тебе прям приказываю переоденься в одежду и сава и получилось что яков получил оба благословения и духовное которое он купил и и благословение материальное и на власть которая он получил от ицхака по по приказу мамы скажем тогда и так как это уже произошло то тогда ицхак в этот момент понял что это был и приказ бога он сказал что тот благословлен пусть он и будет благословлен потому что до этого до этого бог сказал аврааму что благословляющие тебя будут благословлены а проклинающие тебя будут проклятой и когда он уже благословил своего сына якова то он уже подтвердил это благословение зачем я это вспомнил что и сав потом на протяжении потомки и сава это рим то есть потомки и сыновья и сава они они основали город рим и в риме находится центр церкви да то есть папа римский это как воплощение у них ну сам у них святой там святей папы римского даже такая песня не бывает то есть он у них самый святой и они попытались забрать обратно духовное благословение так вот когда они пытаются забрать духовное благословение у якова то они они как раз идут по вот этому вот совету мамы царя соломона не отдавать женщинам своей доблести а полностью посвятить себя только служению богу и поэтому у них есть обед безбрачия которые они как бы напрямую по поняли эти слова и они говорят мы вообще только только бог и то есть они хотят в святости обогнать якова но они не понимают такую вещь что бог вначале сказал в начале торы прям в начале создания мира он сказал главный приказ плодитесь и размножайтесь то есть он этот приказ дал еще первому человеку плодитесь размножайтесь если ты пытаешься стать святее папы римского и нарушить первый приказ бога то ты нарушаешь не бывает на не бывает заповеди выполнения через преступления то есть если мне кого-то жалко сидит кто-то бабушка какая-то я хочу помочь это не значит что я могу кого-то ограбить час и дать ей деньги это не будет помощью то есть это будет заповедь через преступления и обед безбрачия это это как раз идет через преступления то есть ты как бы говоришь да я не буду только бог но тем не менее это то же самое как кого-то ограбить и отдать бабушке деньги понятно да но мама сказала цирю соломону чтобы он в этом не усердствовал то есть достаточно иметь одну жену выполнить заповедь плодитесь размножайтесь это должно быть двое минимум двое детей есть спор два мальчика или мальчик и девочка достаточно мальчик и девочка или недостаточно или нужно все те чтобы было два мальчика и нужно чтобы у них были дети то есть но по факту плодитесь размножайтесь это без этой заповеди первое которую бог дал всему человеческому не было бы мира. Если люди перестают плодиться и размножаться, то тогда некому служить Богу, некому соблюдать заповеди. Двигаемся дальше. Значит, четвертый отрывок. Она ему дальше продолжает. Аллим лахим лемуэль, аллим лахим, что яйн, улерозним эй шехар. Значит, она тут ему говорит, как еврейская мама, она продолжает. Значит, не царям она ему говорит, не царям пить вино. И не знающим тайны пить крепкие напитки. Шехар это крепкий напиток. Она ему говорит, смотри, мало того, что ты женился на этой египетской принцессе, да? Ты еще и напился, и ты утром не встал служить в храме. Ты вообще, как это может быть? Она ему говорит, нельзя царям пить вино, и нельзя знающим тайны пить шехар это крепкие алкогольные напитки. И она сейчас объяснит разницу, объяснит она разницу. Кстати, интересно, мусульмане, которые тоже потомки Авраама, это вот три авраамических религий, которые все идут на одном корне и служат одному богу, создателю мира, творцу мира. Это иудаизм, который как бы основная такая, да, корень. И от него пошли уже две, две, два следующих разделения, это христианство и мусульманство. Но они все служат одному богу. Так вот, мусульмане, они этот совет мамы царя Соломона, они приняли буквально, что нехорошо пить вино, она сказала, и нехорошо знающим тайны пить крепкие алкогольные напитки. Она дальше объяснила, мама царя Соломона, то есть это как бы ее, то, что она говорила, но царь Соломон это услышал как пророчество, поэтому это вошло в книгу притчи в Мишле, а Мишле это часть письменной Торы. И он ее слова, вот эти вот, нехорошо царям пить вино и нехорошо знающим тайны пить крепкие алкогольные напитки, он это, он услышал в этом слова Бога, поэтому это вошло в Тору. И объяснение дальше идет, пятый отрывок. То есть царь, он, откуда он царь? Кто сказал, что он вообще царь? Бог сказал. Интересно, что английская королева и вся английская семья вот английских монарков, они сыновьям делают обрезание, они не евреи, но они для себя, они понимают, что царская власть от Бога, Бог кому дал царскую власть? Царь Давид. Евреи обрезаются? Обрезаются. И царская семья английская, можете посмотреть в витипедиях, в энциклопедиях, они тоже делают всем сыновьям обрезание, хотя они не евреи, но они вот стараются, как бы, вот то, что здесь написано, чтобы не забыл михукак. Хок, хок, это закон, который не имеет логического объяснения. Это как в, как, как, такое постановление, которое абсолютно непонятное. И вот, значит, царь, у которого полностью царская власть, и он, ему проще всего нарушить вот эти вот постановления, которые ему непонятны, то есть у него большой соблазн. Он говорит, секундочку, я царь, у меня царская власть, а тут есть какие-то непонятные мне вообще постановления от царя царей, от Бога. И в этот момент обычный земной царь, у которого голова кружится от власти, он может забыть, кто ему дал эту царскую власть, и он первым делом начинает нарушать непонятные ему постановления. А если он выпил вино, объясняет мама царю Соломону, то он может вообще забыть эти хуким, то есть они непонятны, они нелогичны, ты не можешь их вывести своим умом. И когда ты выпиваешь вина, бах, тормоза падают. И она ему говорит, смотри, говорит, царям нельзя пить вино, потому что, может, он выпьет, забудет, забудет вот эти вот законы. И он изменит суд над всем, над бедными людьми. Царь, он же судил. Царь, он имеет, мало того, что он имеет царскую власть, он не имеет права прощать, если кто-то пытается восставать на эту царскую власть. И он постоянно судит. И его решение, есть известная история, как царю Соломону пришли две женщины на суд. Значит, это были две женщины легкого поведения, которые жили в одной комнате, снимали одну комнату. И, значит, обе они забеременели одновременно непонятно от кого, потому что женщины легкого поведения, они там вступали в связи с разными людьми. И вот они родили обе одновременно двух мальчиков, двух сыновей. И, значит, как-то ночью сын одной женщины, она как-то, были же ужасны бытовые условия. И она его придавила, и он задохнулся и умер. И она взяла и этого своего ребенка, она подсунула второй женщине, а ее живого ребенка забрала себе. Та утром проснулась, смотрит, рядом с ней лежит мертвый ребенок. Она посмотрела, говорит, это не мой сын. Второй говорит, отдай моего сына. Та говорит, нет, это мой сын. Все, ничего не знаю, мой сын твой умер, ты своего убила, значит, а моего хочешь забрать. И это был сложный суд. А по еврейскому закону, по еврейскому закону, были суды низших инстанций. И неважно было, какое дело, так как суд, главное, чтобы все было честно по Торе. И если суд не мог, у них не хватало знаний, пониманий и так далее решить дело, то даже если это было дело двух женщин легкого поведения, оно шло выше-выше по инстанциям, и в каждом более высоком суде сидели более мудрые люди. И если они тоже не могли по закону Тора решить, они передавали в суд верхней инстанции. И вот дошел этот суд до царя Соломона, никто не мог решить. И царь Соломон, который был мудрейший из людей, которому Бог дал мудрость, которая была на порядок выше, чем вся мудрость других людей. То есть он видел насквозь. И он, значит, интересна тут такая вещь, что когда рассказывается о суде, не упоминается одна интересная деталь. Он, когда они к нему пришли, эти женщины, он услышал их дело, и он говорит, сейчас я вам скажу, что делать. И он, какая деталь обычно не упоминается, что он сразу сказал, он сразу знал, какая женщина мать ребенка. Он это знал. Ему не нужно было делать всю следующую комбинацию, чтобы это, чтобы как бы объяснить, чтобы догадаться, кто мать ребенка. Он это знал с первого взгляда. Но его мудрость была в том, что он тут же придумал такую комбинацию, которую я вам сейчас расскажу, которая всем доказала, кто мать ребенка. И это как раз суть книги Мишли. В Мишли он берет самые высокие вот эти вот законы божественные, как Бог управляет миром, и он их заворачивает в такую форму, в которой они становятся понятны, понятны всем людям. Понятно, да? Теперь, как он всем людям доказал, кто мать ребенка? Он говорит, вы знаете, говорит женщины, действительно вопрос ваш сложный. Ты говоришь, что это твой сын, а она говорит, что это ее сын. И определить это очень сложно. Поэтому он говорит, я делаю такую вещь. Когда мы не можем определить, кто прав, кто виноват, мы делаем по середине, то есть шара это называется, ну то есть как ничья. Поэтому говорит, дайте мне меч, я сейчас разрублю ребенка на части, и мы по половине отдадим каждый из вас. Да. Но живого нельзя разделить, поэтому он решил его разрубить. И тогда та женщина, которая была не мать, но которая держала ребенка, она сказала правильно, это очень мудрый суд, молодец. Вторая, которая была настоящая мать ребенка, она сказала, нет, говорит, не надо, пускай это будет ее ребенок, пускай ребенок остается ей, не надо, не надо никакого, мне половина не нужна, я отказываюсь. И тогда царь Соломон сказал, вот это мать ребенка. Та, которая отказалась, понятно, она считала, что лучше пусть ребенок живет, даже если это будет не с ней, чем его разрубить. А та, у которой это был не ее ребенок, что она сказала? Рубите ребенка пополам. И забрали у нее ребенка, и отдали той матери, которая от него отказалась. Родной. Родной, да. Но которая сказала, забирайте его, это не мой ребенок. То есть, его мудрость была в том, что он всем показал логически, чей-то ребенок. Хотя он мог это сказать, он это увидел с первого раза, с первого взгляда, потому что человек, который обладает вот этой вот духовной мудростью от Бога, у него есть то, что называется Святой Дух, и он увидел это сразу. Понятно, да? И, значит, мама предупредила царя Соломона, что если ты будешь пить вино, ты потеряешь это качество, и ты можешь ошибиться в суде. Можешь ошибиться в суде. Дальше она сказала, кому давать вино. Давайте посмотрим, есть у нас еще пару минут. Минута есть. Тут она нам сказала, кому давать вино. Вот это вот мудрость Торы и мудрость в нюансах. Смотрите. Она сказала так. Ну, шехар ле овет. Дайте алкогольный крепкий напиток тому, кто потерялся. Овет это тот, кто потерял себя. И дайте вино ле марейнефеш. Дайте вино тем, кому грустно. Значит, я объяснила, почему. Давайте так, давайте уже, почему и как пить, мы уже изучим в следующем уроке. Завтра с Божьей помощью. Завтра мы пройдем дальше, чтобы не спешить. Тут очень интересно. Она все-таки объяснила по ходу дела, кому надо давать вино и кому надо давать крепкие алкогольные напитки. Для чего, как использовать алкоголь для пользы. Вот это мы изучим завтра. Давайте приведем, значит, три вывода делаем из урока. Три вывода. Какие я делаю? Три вывода. Первый вывод это какой? Что все-таки, все-таки у женщин, хотя опять же этот вывод сложно сделать. С одной стороны, мама говорит царю Соломону, что не отдавай свою силу, не отдавай женщинам. Но с другой стороны, она же сама женщина, которая родила царя Соломона и говорила ему только хорошие, полезные вещи, и которая очень много для него сделала. То есть, это тоже вопрос. Как разделить между теми женщинами, которым не надо отдавать силы, и теми, которые... Разделение, кстати, очень простое. Мама царя Соломона говорила, что всю силу направлено служение Богу. То есть, та женщина, которая направляет мужчину на служение Богу, ее надо слушать. Та женщина, которая забирает мужчину от Бога, ее слушать не надо. Вот такой я делаю вывод. То есть, так как главная система координат это служить Богу, значит, вот так мы можем мерять и женщин, и людей, и советы, и возможности. Что тебя ведет к Богу, это хорошо. Что тебя ведет от Бога, это плохо. Это вот мой вывод. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите, пожалуйста, свои выводы, которые вы для себя делаете, и хотите закрепить эти выводы для того, чтобы эти выводы вас куда-то вели. Потому что смысл обучения – это учиться для того, чтобы обучать. Смотрите, завтра мы как сегодня. То есть, мы завтра в 10.00, как всегда урок. Как всегда. То есть, мы в 10.00 с Божьей помощью стараемся не пропускать. Просто сегодня с интернетом была сложность, поэтому чуть-чуть первый урок сорвался, и сразу я перезагрузился, и все получилось. Все, напишите свои выводы, поделитесь уроком со своими друзьями, знакомыми. И, значит, с Божьей помощью завтра в 10.00 встречаемся. Все, пока. И урок будет из Германии, мне отец говорит. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова